Эти животные одни из наиболее причудливых южноамериканских приматов. На данный момент ученые выделяют 5 видов этого рода. Все они имеют харизматичную внешность, а их туловище покрыто длинной и довольно густой шерстью. Всем привет! С вами как всегда Мэри По. Берите вкусняшки, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Белолитцы Исаки – это широконосые обезьяны с примечательной внешностью. У них густая и мягкая шерсть и длинный пушистый хвост, который служит балансиром при длинных прыжках с ветки на ветку. Своё название белолитцы Исаки получили за белую окраску лицевой части головы, лба и горла. Характерную, правда, только для самцов. Самки окрашены в однотонный серо-коричневый цвет. Длина тела от 33 до 38 см, а длина хвоста от 34 до 45 см. Масса тела от 1,5 до 2 кг. Белолитцы Исаки – достаточно редкие обезьяны, которые обитают в северной части Южной Америки. Живут они в дождевых лесах, более засушливых лесах и даже в саваннах Амазонии, в Бразилии, Французской Гвинеи, Гаяне, Суринаме и Венесуэле. Всю жизнь белолитцы Исаки проводят на деревьях. Иногда спускаются на нижние ветви деревьев тропического леса в поисках еды. В случае опасности они делают длинные прыжки. Хвост при этом служит балансиром. Самую большую активность проявляют Исаки в светлое время суток. Ночью эти животные спят. Путешествуют в одиночку или небольшими группами. За день проходят несколько километров. Живут эти обезьяны парами или семьями от двух до пяти особей. Семья владеет большими территориальными владениями. Иногда несколько групп объединяются, образуя сообщество около пятидесяти особей. В рационе Саки орехи, мед, листья, цветы, мелкие позвоночные, такие как грызуны, птицы и летучие мыши. В лесу распространяют семена растений. Беременность самки бледного Саки продолжается чуть менее полугода. Рожает она всего одного детеныша. Сразу после появления на свет, маленький Саки забирается на спину к матери. Там он и проводит несколько следующих месяцев. С родителями детеныш живет до двухлетнего возраста. Заботу о детеныше целиком и полностью берет на себя самка. А отец осуществляет защиту своего семейства. Молодые особи женского пола остаются с группой. А вот самцы уходят из общежития, создавая свои собственные кланы. Так год за годом за счет молодых самок и происходит расширение группы бледных Саки. Продолжительность жизни этих обезьян составляет около 35 лет. На сегодняшний день угрозы для популяции этих белолицых обезьян нет. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Берегите себя и всем пока!